Мы снова вас приветствуем в питомнике. А сейчас я вам хочу сделать небольшой краткий обзор по хвойникам, которые растут в нашем питомнике. Мы их не выращиваем, мы их доращиваем у нас. Сейчас мы познакомим вас вот с такими прекрасными хвойничками. Итак, можжевельник Майери. Посмотрите, у него такая зелено-голубая окраска. Можно сказать, что он у нас уже выращивается второй год. Мы это будем продавать как однолетние саженцы, но они уже себя прекрасно зарекомендовали как двухлетние. Итак, можжевельник Майери. Дальше можжевельник Мунглоу. Но это вообще красотка нереальная. Очень бы хотелось, чтобы камера передала всю красоту и голубой цвет этого можжевельника. Ну вот, я не знаю, насколько при солнышке это удобно, потому что... Да, Денис, потому что очень жарко, у нас 33 градуса. Посмотрите. Деня, дай желтенькую кепочку. Может быть, я на желтую кепку положу. Посмотрите, желтая кепка. И вот такой вот голубой оттенок. Ну, очень прекрасный. И прекрасно себя чувствует на такой земле. Итак, Тунис Маракт. Смотрите, ровные зеленые солдатики, да? Прекрасная высота около 20-25 сантиметров. Ну, конечно, есть и по 15, и по 30 сантиметров. Ну, средняя высота 20. Это всеми любимая Даника, которой никогда не хватает. Сколько бы ее ни купили, сколько бы мы ее ни закупали, нам ее никогда не хватает. То есть, смотрите, она малышка, но шарик уже сформированный. К сожалению, у Даники есть выпады. Это наши, конечно же, проблемы. Мы все четко сортируем. Ни в коем случае плохие растения вам не отправляем с наших полей. Но растения – это живой материал. Я всегда говорю, это как человек, это как дети. Нужен уход. Не долили – плохо, перелили – тоже плохо. Погодные условия в этом году тоже сложились. Достаточно тяжелые во многих регионах. У нас в Липецкой области, в Питомнике дождей уже не было очень давно. Поэтому выпадов очень много. Но это уже наши проблемы. А сами растения, посмотрите, какие прекрасные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!